You're my mountain, you're my love in a fountain, you're a beach in Havala, you're my daughter in Havala. Здравствуйте! С вами программа «Бизнес без галстуков» на первом деловом телеканале. И я, Лика Спиваковская. И сегодня у нас в гостях бизнесмен, политик, с недавнего времени экс-первый замглавы Киевской областной госадминистрации, а также экс-глава девелоперской компании 21 век Лев Парцхаладзе. Лев Парцхаладзе – украинский политик, бизнесмен, экс-первый замглавы Киевской ОГА. Родился в Тбилиси. С 1986 года живет в Киеве. Высшее образование получил в Европейском университете финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса. С 1994 года занимался коммерческой деятельностью. С 1998 года по 2011 года президент группы компании «21 век». На данный момент неисполнительный председатель совета директоров компании. В 2002 году был избран депутатом Киевсовета. В 2006 году создал свою политическую партию. В феврале 2015 года назначен первым заместителем главы Киевской областной государственной администрации. В 2016 году создал документ-сервис «Готово». Был удостоен званий заслуженный экономист Украины и кавалер ордена святого Владимира Третьей степени. Здравствуйте, Лев. Добрый день. Давайте начнем издалека. Я знаю, что в этом году будет 30 лет, как вы живете в Киеве, в Украине. Это так? Да, да, да. Расскажите, как вообще так произошло и каким образом ваша семья переехала в Украину и выбрала вот эту страну? Украина очень приятная, очень доброжелательная страна. Наверное, эта причина была основная. Почему? Потому что мы, когда я жил в Грузии, у меня мама русская, она с Иркутска, а папа чистый грузин. И у меня брат служил в армии, он в Прибалтике служил. Мы когда-то решили на машине поехать, взять на машине месяц целый отпуска и поехать на машине. Поехали через Ростов, в Москву. И мы уже даже присмотрели, мама все время, папа уговаривала, что переехать в Славянскую республику. И вот уже уговорила, что мы переезжаем в Москву. Уже там нашли дом, фактически, для переезда. И поехали когда в Прибалтику, решили обратно ехать по другому пути и решили через Киев. Но когда приехали в Киев и посмотрели, какие люди, и когда мы пообщались, то тогда сомнений не было, ехать в Москву или Киев. И вот тогда мы нашли место под Киевом, это поселок Клавдиво, где-то километров 40 от Киева. Вот там приобрели частный дом и переехали в 1986 году. Я думаю, что Украине на самом деле очень повезло, что вы сделали такой выбор, всей вашей семьей, остались здесь и сделали столько хороших, добрых дел и прекрасных проектов. Мне интересно, я уверена, что ваши коллеги по бизнесу в том числе делятся наверняка своим опытом построения работы в Грузии и в Украине. Вот как ведение бизнеса отличается там и тут. И что могли бы страны перенять друг у друга? Ой, сложный вопрос. Вы знаете, масштаб страны другой. Ну, Грузия, там население Грузии где-то 4,5 миллиона. Это фактически как Киевская область. И по масштабам, и по населению. Если с Киевом брать, то Киев и Киевская область около 7-8 миллионов населения. А масштаб Украины, ну, 45 миллионов было сейчас понятно, чуть-чуть поменялась ситуация. Но тут процессы, принципы, чем больше государства, они другие. И менталитет, конечно, другой. Но тут в Грузии прошли значительные изменения в плане улучшения бизнеса. И регистрация бизнеса, и введение бизнеса. Там позитивные, конечно, шаги прошли. Мы на самом деле только сейчас этот путь изменений проходим. Он не может произойти за день, он не может быть за год. Конечно, ожидания у нашего населения значительно выше. Они хотят очень быстро прямо сейчас. Но изменения законодательства, изменения отношения к работе, к самим женам, нас и бизнесменам наших. Потому что все... Есть такая фраза, как оптимизация. Настолько оптимизируют, все еще не готовы до конца. Малый частный бизнес не до конца готов работать в честном. Понимаете? Потому что очень много зарплат в конвертах выдается. Ну, это правда, да. Но мне кажется, что в таких условиях тяжело вести честный. На самом деле полностью прозрачный. Тут взаимосвязано, кто должен первый начать. Государство первое начинать или общество. И оно очень взаимосвязано. Поэтому мы на самом деле сейчас взяли хороший тренд, как государство Украины. И очень сильно меняется общество, очень сильно меняется культура в обществе. И я думаю, что за несколько лет мы серьезно поменяемся внутренне. Мы серьезно поменяемся и финансово. Я думаю, что у Украины неизбежен хороший рост. И я думаю, что будущее Украины как одна из лучших стран, которая может эффективно и быстро развиваться. Будем очень на это надеяться. Но вместе с тем, сейчас тема номер один – это массовое увольнение чиновников. И губернатор Одесской области Михаил Сякашвили ушел сразу после вашего решения, объявления того, что вы тоже покидаете свой пост. Связаны ли эти два события между собой? Если да, то как? Нет, связи совершенно нет никакой. То, что у нас корни грузинские, это ни о чем не говорит. Мое решение связано с тем, что я хочу развиваться дальше и хочу государству приносить. И с удовольствием готов продолжать работать. У меня есть свои проекты. Есть проекты по предоставлению административных услуг. Мы сделали один проект уникальный, на мой взгляд, это проект «Готово» и мы создали модель новой освитной платформы. Это совершенно новое качество предоставления образования. На самом деле это очень правильно. У меня подрастает дочь, и я вижу, как катастрофически отстает наша система образования от того, чем живут уже современные дети. И это касается в том числе даже компьютерной техники и так далее. То, что нас учили в моем детстве, это все уже совершенно не нужно им, потому что у них уже вообще другие инструменты. Это планшеты, сенсоры и так далее. Как вам кажется, благодаря вашему подходу, на чем конкретно он строится, какие 5 базовых принципов, возможно, или что-то конкретное, что поможет сделать эту систему именно своевременной. То есть не так, что сегодня мы ее разработали, внедрили, а через 5 лет общество очень быстро развивается, и она уже устареет. А вот что поможет сделать ее современной в каждом периоде времени? Ваш ребенок в Киеве учится. Да. Поэтому в Киеве уровень культуры и образования значительно выше, чем в населенных пунктах, в сельских населенных пунктах. Поэтому если вы выйдете в Таращу, километров за 100, за 200 от Киева, вы ужаснетесь тем, какая философия, какое мышление у преподавателя, какие возможности. Там компьютера в школе, вообще ни одного компьютера нет. Интернет об интернете никто даже не то что не слышит, все понимают, но в школах таких возможностей нет. Поэтому вот мы взяли опыт, почему мы взяли самую обычную сельскую школу и какие принципы мы внедрили. Первое, мы полностью изменили внешний вид пространства. Внешний, внутренний сделали совершенно веселым, открытым, чтобы детям было... Ну, это детский садик, а вот, ну, если можно НОП набрать, потому что в интернете, НОП на вас видят на платформу, вы увидите. Детям интереснее посещать в веселой атмосфере, где вот совершенно другое настроение. Второе, мы меняем контент. Мы вот в образовательном процессе, то, что вы говорили, мы вводим кейсовое обучение. Для наших зрителей просто мы покажем, да? Да, вот это самая обычная сельская школа. Она была из обычного кирпича построена, она такая грустная была, но вот когда ее полностью изменили внешний вид, она стала веселой. Ребенок должен хотеть в эту школу ходить. И у нас вот первый показатель, что на 30% сокрастились прогулы. Ну, прогулы не в плане прогуливать. Вот в этой школе экспериментально. В этой школе и год назад ситуация на 30% увеличилась посещаемость детей. Увеличилась на 40% желание хотеть в школу. Потому что тон задал, мы когда начинали обсуждать развитие этой школы, в первую очередь нам важно было, чтобы это хочет сам директор. Это хочет родительский комитет. Это хочет председатель села, хочет глава администрации, начальник управления районного образования. Мы заручились поддержкой со всех сторон. Ну, безусловно, если они не хотят, поверьте, можно рассказать тысячу причин, почему это нельзя делать. И когда они с огромной инициативой, желанием захотели это делать, в школе произошли масса других изменений. Документ-сервис готова. Во-первых, прекрасное название. Во-вторых, я знаю, что вы сотрудничаете с некоторыми галеристами, деятелями искусства. И у вас там есть даже такой, можно сказать, арт-центр при документ-сервисе. И я, как галерист, благодарю вас за то, что вы выносите искусство в массы и делаете его более доступным для всех, кто приходит к вам туда. В чем смысл проекта «Документ-сервис готова»? Вы знаете, мы, когда я пришел на должность, в первую очередь, начали, наверное, делать, что людей волнует. Первое, что людей волновало, ну, тогда активная фаза на Востоке была войны, это, конечно, мир. Ну, и сегодня у нас тоже волнует, я думаю, что не меньше, как любого гражданина в Украине. Второе, вторая проблема, которую людей волнует, и думаю, что по сегодняшний день тоже, это, может быть, одна из основных, это работа, заработная плата достойная и справедливые цены. Ну, с тем, что, когда курс поменялся с 8 до 25, поверьте, цены поменялись, и люди это очень сильно волнует. И третий фактор, который стал в тренде, это борьба с коррупцией. Только я еще раз подчеркну, что все там у нас борются с большой коррупцией в высших эшелонах власти. Я считаю, что еще есть другая коррупция, которая незамечена, она как бы в стороне чуть-чуть находится, это бытовая коррупция. Надо менять систему. И тогда мы начали анализировать, как это во всем мире организовано. Есть опыт в Венеции хороший, уникальный, есть в Прибалтике хороший опыт, из Грузии хороший опыт. Мы проанализировали, сделали такую совокупную модель и создали такую модель, которая состоит из четырех принципов. Это новое пространство, новые кадры, новое законодательство и новые технологии. И вот проект «Документ сервис готов» — это совокупность четырех этих изменений. Первое, то, что касается пространства, мы построили совершенно новое здание. Почему? Потому что показать символы изменений, открытости, прозрачности, чтобы у людей поломался стереотип, что ты зашел в госучреждение. Вот ты заходишь в госучреждение, это кабинеты очередей, это хамское отношение. А ты заходишь — это приятное помещение, открытое, необычное, где находится еще и арт-пространство. Второе, то, что касается кадров. Мы сделали публично открытый конкурс. Одно из условий было, что человек никогда не работал в разрешительной системе. И набрали вот таких молодых, энергичных людей, которые хотят что-то поменять и сделать. Третье, мы поменяли законодательство. Мы совершенно новый, вот по регистрационной службе появилось новое понятие, как аккредитированный субъект. Что это значит? Мы создали коммунальное предприятие, дали ему право принимать документы и выдавать. И там ввели совершенно новое понятие, как понятие регистрации действий по срочному принципу. То есть за дополнительную плату ты можешь сделать положенные 14 дней. Хочешь за 30 минут — делаешь официальную проплату. Это все согласно законодательству, согласно решению Кабинета министров. Это госпошлина, которая происходит, неважно, в ЦНАПе, нотариусе или у нас. Говоря о коррупции и о том, что нужно с ней бороться, как вы считаете, и о декларации способствуют этому процессу? Они очень существенно улучшат ситуацию по борьбе с коррупцией. Почему? Потому что за последние годы мы все видим, что обогащались, в первую очередь, чиновники. И сегодня надо доказать, откуда ты приобрел то или иное имущество. Я не говорю там самолеты, пароходы. А вот даже элементарное имущество, машины, какие-то другие блага. И сегодня каждый чиновник, каждый даже гражданин, я думаю, что ей декларации будут развиваться и вводиться для других слоев населения, будет радоваться, что уплатил налог и показал доход. И таким образом мы сделаем здоровое общество, как есть во всем мире, во всей Европе. Скажите, пожалуйста, говоря об этих декларациях, ваше имя неоднократно занимало топ-места во всех рейтингах касательно богатства. Что вы скажете о своей декларации? У меня она открытая, прозрачная. Я не первый год декларировал то, что имею, и я подчеркнул и показал ее в этот момент в том числе. Мне как человеку с экономическим образованием очень интересна одна из ваших историй, а именно эта история вашей компании 21 век и то, как вы выходили на IPO. Я знаю, что достаточно небольшое количество украинских компаний могли себе это позволить и вообще приходят к этому как к результату, вам это удалось. Расскажите, пожалуйста, как, какие были сложности на этом пути, почему вы приняли такое решение, что это дало вам? Вы знаете, я всегда мечтал заниматься инвестиционным бизнесом. Недвижимость, ну, как бы у нас считается это строительная, но на самом деле в большей степени это инвестиционная деятельность. Понятно, что часть работы это создавать проекты, часть работы это строить, но это можно на аутсорсинг давать тем компаниям, которые профессионал делают. Но очень важно привлекать инвестиции. И есть масса методов и форм, как это делать. Одна из форм это делать компанию публичной, открытой, прозрачной максимально и привлекать уже инвестиции вот в той форме, как выходить на, делать свои акции публичными. И одна из площадок это биржи. Что это дает? На самом деле совершенно другая культура ведения бизнеса. Ты показываешь и недостатки, ты приглашаешь аудиторов, юристов, которые аудируют. И ты должен показывать всем акционерам, насколько у тебя чисто и прозрачно эти результаты, эти твои планы совпадают с стратегией, с той, которую ты декларируешь. И выбирают акционеры, покупают акции. Чем больше спроса на акции, тем больше растут акции. Таким образом, твой ресурс становится дешевле и ты можешь привлекать деньги. Условно, компания стоит 100 миллионов, а котируются акции за 200. Фактически, если ты дополнительную эмиссию делаешь, то ты выигрываешь на этом результате еще дополнительные бонусы. Второе преимущество. У тебя открывается доступ к кредитным ресурсам. Твои компании больше доверяют. Я, кстати, заходила на сайт компании 21 век и была приятно удивлена тем, что он действительно построен по европейским или даже, может быть, американским стандартам, потому что действительно на сайте можно увидеть в открытом доступе всю документацию, которую, в принципе, обычно украинские девелоперы, скажем так, скрывают или, ну, по крайней мере, не выкладывают, да, вот так вот в интернет. И как раз говоря о мировой сети интернет, ваша страничка в Фейсбуке всегда очень активная, всегда очень интересная, и я наблюдаю за вами тоже очень давно. Мне интересно, ведете ли вы ее сами лично, и если так, вам кажется, что Фейсбук и другие социальные платформы это больше инструмент для пиара или это инструмент для общения с аудиторией? Как у вас? Вы знаете, у каждого человека свой характер, свои взгляды, свое понимание, как что делать, поэтому вот личные странички — это больше вот лицо этого человека, поэтому есть посты, которые мы обсуждаем с пресс-службой, и команда уже ставит, потому что заранее готовим, а есть, конечно, посты, которые лично я пишу и ставлю, поэтому у меня есть публичная страничка и личная, вот, поэтому... Скажите, пожалуйста, пост там, где вы с... Вот он как раз, пост, который произвел большой фурор, на самом деле, в интернете, да, потому что, мне кажется, что мало кто ожидал того, что вы будете покидать свой пост, и вот здесь, на этой фотографии вы с коробкой счастливы и довольны, прощаетесь, как бы, да, с местом и с кабинетом, в котором вы провели последнее время. Это ваш личный пост? Да-да, конечно. Спасибо вам большое, очень приятная беседа. Мне бы хотелось попросить вас еще сказать несколько слов, вот, для наших зрителей, возможно, для тех, кто сейчас строит свой бизнес или начинает свой бизнес. Какие-то советы, может быть, наставления, напутствие или просто пожелания хорошего дня. Хорошо. Ну, те люди, которые хотят создавать бизнес и развиваться, никогда не бойтесь делать ошибки. Идите вперед, и когда вы сделаете ошибку, вы поймете, что это не тот путь. Надо идти, идти, вставать, идти дальше. И у вас 100% получится только у тех людей, которые делают и делают ошибки. Тот, кто не делает ошибок, тогда он ничего не делает. А в целом, скажу так, что мы сейчас находимся в таком историческом моменте, да, в очень сложном, но нас ждут большие изменения в хорошем смысле. И я думаю, что в ближайшие годы мы будем расти, и Украина станет самой прогрессивной страной в мире. Спасибо большое, Лев, за ваши ответы. С вами была программа «Бизнес без галстуков» на Первом деловом телеканале. И я, Лика Спиваковская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова